Дорогие зрители, мы привыкли полагаться на свой ум, но мы с вами знаем, что горе от ума и свойство ума обманывать нас. Манипуляторы очень удачно пользуются словами для того, чтобы добиваться своих целей и извлекать свою выгоду. Поэтому есть такие невидимые каналы утечки информации, но их можно почувствовать только имея развитую интуицию. И вот сегодня я как раз это ощутил так явственно, пытаясь решить одну проблему, я обратился к своей интуиции, я прислушался к ней. И оказывается, у нее уже есть ответ готовый на мой вопрос. И, возможно, он уже был, но только спустя несколько дней я его получил, ощутил. И вот есть этот удивительный канал познания, это наша интуиция. Интуитивное знание, оно такое же реальное, как и любое другое знание, но с этой интуицией надо работать. Вот у меня сегодня получилось, у меня сегодня только я пережил эту ясную информацию. Именно интуитивно. Именно прочувствовав и осознав, что происходит, что произошло, я получил ответ на свой вопрос. Посмотрим, как это будет работать дальше, но вот интуиция, она никогда не подводит. То, что действительно имеет для вас значение, все придет к вам в ясном виде. Вы будете иметь полную ясность и четкость. Если что-то туманно, что-то сбивает вас с толку, непонятно, какое-то неопределенное, что-то смущает вас, то это не важно для вас. Это не имеет для вас никакого значения. И это можно проигнорировать, выкинуть из головы. То, что действительно важно, то ясно и четко. То сразу понятно. Это просто эффект инсайта. Никакой тени сомнения нет. Почему это так важно? Потому что мы должны расставлять приоритеты. Мы должны выстраивать свою жизнь. И уметь видеть главное. И не распыляться. Идти к своей цели. И вот здесь нам очень помогают вот эти две вещи. Первая – это ясность. Если она есть в вопросе, значит, этот вопрос для нас имеет значение. Все остальное не важно и может быть проигнорировано. И отвлекает нас, на самом деле, от нас самих, от наших достижений, целей и задач. Вот. Кто-нибудь наводит тень на плетень. Затуманивает все. И второе – это наша интуиция. Ее надо развивать. Обязательно ее надо развивать. Интуицию эту. Надо к ней прислушиваться. Это ваш учитель, советник, внутренний голос. Очень важный. Невероятно действенный, невероятно мудрый, невероятно важный. Вот сегодня я его услышал. Я его услышал. Этот голос внутренний. Этой интуиции. Просто. Это трудно передать словами. Но я попытаюсь, попытаюсь. Может быть, вы что-то чувствовали подобное. Но это где-то в районе сердца базируется. Вот. И идет вот такая вот информация. Очень убедительная, четкая, ясная. Это вы… Я не слышал, естественно, никаких там звуков, ничего. Но я получил эту информацию. Я получил ответ на свой вопрос. У меня были сомнения. Вот ум. Вот говорят, ум сердцем не в ладу. Да. Пока сердце не дало свой ответ. И оно расставило все точки над ее. И этот вопрос просто исчез. Который меня беспокоил. Потрясающая работа интуиции. Это трудно передать словами. Напишите, друзья мои. Испытывали ли вы нечто подобное? Когда вам сердце подсказывало? Когда ваша интуиция вам подсказывала? Вот сердце подскажет, да? Вот мне сердце подсказало сегодня. Вот буквально недавно, там минут 15 назад. Интуиция. Ответ «Я» получил из глубины души. И это что-то поразительное. Что-то удивительное совершенно. Это такой контакт с самим собой. Со своим внутренним миром. Я еще больше открываю себя. Еще больше открываю своих способностей. Вот как интересно. Как интересно быть психологом. Заниматься психологией. Как интересно практиковать это все. Я же не только с людьми общаюсь. Да, я читаю людей. И считываю информацию. Но важно к себе обращаться тоже. За советом относительно самого себя. За знанием относительно самого себя. За ответами относительно самого себя. Это поразительно просто. Это чудо какое-то. Удивительное состояние. И эта радость вызывает огромную. Значит, все ответы во мне. Значит, что-то во мне знает лучше меня, чем мой ум. Но это я и есть. То есть, надо открыть этот канал информации в себе. Открыть его надо. И к нему прислушиваться. Вот я этим занимаюсь. Развитием интуиции. Еще книжки тут почитываю. Некоторые тоже очень интересно. Люди пишут, которые раскрыли в себе интуитивные знания. И действуют безошибочно по своей интуиции. И исцеляют людей даже. Потрясающе. Кстати, я тоже понял, что я во многом на консультациях действую интуитивно. Это тоже удивительно. Ну вот и источник радости, источник вдохновения, источник невероятного душевного подъема и интереса к жизни. Это начинается с интереса к самому себе. Опять мы пришли к самопознанию. Человек, позная самого себя, эта фраза, она не устарела. Она навсегда. И любой человек, и любого человека она касается. Человек познает самого себя. Да, у нас сейчас про философскую культуру мы ничего не говорим. Потому что наше общество – это общество потребления и общество отупения. Но, тем не менее, есть люди, которые все-таки не живут только так, как им навязали. И не зомбированы, не запрограммированы. И люди, которые познают себя, есть такие немного так, относительно, сравнительно, но они есть. Вот для нас это очень важно. Для таких людей. Самопознание. И открывать себе эти духовные сокровища. Сокровищницу духовную. Это классно. Вот я получил ответ на свой вопрос. И разрешил проблему. Представляете? Прислушавшись к себе. Удивительно. Ну что, чудо опять. И чудо, которое мы сами творим. Значит, мы можем решить все проблемы. У нас есть ответы на все вопросы. Были бы вопросы. И мы исследовательный источник счастья и истины в нас самих. И мы можем все. Надо прикоснуться к этому только. Представляете? И вот ощущение собственной ценности только возрастает и вырастает. Любовь к себе только вырастает. Только увеличивается, крепнет. Когда мы думаем о себе. Когда мы прикасаемся к своей душе. К тому, что у нас скрыто. Открываем. Это поразительно. Вот. Поэтому я и говорю, думайте только о себе. Если вас не любили, научитесь любить себя. Как это сделать? Но то, что родители не дали, дайте себе. Это заботу, внимание. Знание, любовь. Развитие. Отдых. Позвольте себе быть собой. Примите себя такими, какие вы есть. Обратитесь к себе. Обратитесь к своей душе. К своему внутреннему миру. Это невероятно. Это что-то невероятное запредельное. Я сегодня испытал это. Это огромнейшее удовольствие и счастье. От этого внутреннего диалога, от обращения к интуиции. Вот этим я хотел с вами поделиться. Отдых. Отдых. Отдых.